О, отлично, отлично. Годен к военной службе без ограничений. В любые рода войск. С начала года сотрудники военкомата удаленно изучали призывной ресурс. Теперь молодые люди подтверждают категорию годности к службе уже на призывном пункте. Это долг родине. Я думаю, каждый мужчина должен дать долг. Хочу в спецназ ГРУ попасть в ВДВ. Подготовка есть. Я занимался 7 лет дзюдо. У меня есть разряд. Потом после дзюдо я начал заниматься боксом. Три года занимался. Был сборной города Тобольска. Участвовал на соревнованиях. План набора не увеличен. 155 призывников из Тобольска и Тобольского района отправят в войска. Первые новобранцы выйдут к месту службы уже после 20 апреля. В основном это пойдет в центральный военный округ, где мы находимся. Незначительная часть на восток пойдет. Это процентов, наверное, 20-25. И южный округ призывников в зону боевых действий никого не отправят. Четыре кандидата у нас отобраны. Президентский полк. Большинство призывников – это юноши, появившиеся на свет в середине двухтысячных. Их выбирают, и они выбирают подразделения. Спецназ хотелось бы. Там будет возможность как бы испытать себя. Так как там все-таки это элитные войска. Каждый день стрельба, ношение полной экипировки – это все-таки физический труд. И я думаю, хотелось бы проверить себя. Пока весенний призыв проходит по старым правилам, оповещают граждан по телефону, вызывают по повестке. На сегодняшний момент около ста человек, лица, которые уклоняются, они переходящие, будем так это говорить. Ну, мы сейчас работаем с ними, плодотворно работаем, через госуслуги стараемся выяснить, где они находятся. Если уклонялся, не явился по повестке один раз, то наказание предусматривает административное наказание. Начиная от 500 рублей и до 5000. Призывная кампания продлится до 15 июля. Срок службы – один год. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.